Всех приветствую друзья на связи данки как обещал покажу как можно играть в турнире все для фронта за конфедерацию в легендарной лиге но на самом деле тактика актуальна и для более низких рангов там с 12 по 22 ранг можно использовать тактику вот мой оппонент с винретом 79 процентов второе место у него за медали в турнире воля случая в общем игрок опытный мы играли старались играть практически без золотых бустов в основном я использовал только красные вот ну как видим как у как увидим тактика которая использую она вполне вполне даже неплохая единственная здесь в развертками ошибка надо было ставить третью казарму это казарма штурмамика отправляется на сбор контейнеров сюда с этой казармы на центр и надо было поставить третью казарма вот сюда и отправить штурмовиков вот сюда захватывать контейнеры но я решил сэкономить не тратить 100 ресурсов на казарму не тратить 40 ресурсов на производство штурмовика еще одного подумал что мне двух казарм будет достаточно но сейчас при просмотре реплея понимаю что он был добавить третью казарму я бы забрал лишний контейнер на земле не отдал бы его противнику мы был в общем преимущество получше здесь добежал до угла карты но контейнер заполнился чуть ближе к противнику на самом деле мог его забрать если бы знал что контейнер находился бы справа не слева вот захватом контейнер на своем холме не забываем не забегаем на другой холм вот здесь мне повезло то что контейнер был прям на подъеме на холм я успел забрать буквально за секунду как противник прибежал противник опять же опытный как видите с начала боя он забегает на мой холм пытается здесь захватить обнаружить контейнеры которые обычно игроки забывают забрать сразу оставляют их на потом в итоге пока захватывает контейнеры везде где только можно здесь забывает его забрать прибегает вот так вот стрелок или штурмовик и захватывает ваш контейнер тактика по которой играю она опять же простая она сказать легкая то есть ничего сложного в ее управлении нету молд пех молд выглядит вот так вот производится за живот завода штурмашин второго уровня пехотинца выглядит вот так ну мало ли если меня прям совсем неопытные игроки смотрят почему эта тактика хорошая пехотинца точнее что моих пехотинец стрелок этого сопротивления у кондерации это юнит называется штурмовик он дешевый в прокачке в принципе как и сам молот при этом эта связка юнитов очень универсально она и вертолеты может уничтожить и храм если будет очень много молотов и гранатометчиков штурмовики отлично уничтожает в общем достаточно универсальный связка и даже там на четвертом уровне штаба можно продолжать и играть давить просто числом противника поэтому за кондерацию использовать тактику самый лучший выбор будет я отстроил 5 центр снабжения опять же вам надо смотреть отталкиваться от ранга какой у вас ранг если вы играете там до 16 ранга то возможные 5 центр снабжения нет смысла ставить лучше сделать пехомолот отправить свою армию на патрулирование по всей карте собирать контейнеры и потом уже достраивать экономику если вообще вам понадобится может сразу же пробить базу противника вот ну и в общем произвожу через один завод молотов делаю я молд сейчас для того чтобы уничтожать койотов которые будут пытаться контролировать территорию делаю пехоту чтобы уничтожать гранатометчиков которые точно также могут помешать мне в этом и для того чтобы уничтожать противнику ягуары и истребители я выхожу в вертексе развитие у меня достаточно бодрое штаб уже 3 уровня 5 центр снабжения и ресурсы все еще есть на что-то то есть у меня там работает завод молотов казармы пока стоят не вижу смысла производить пехоты много и вот уже начинаются первые боесолкновения центре карты начинают сражаться мои штурмовики против двух стрелков но опять же за консервацию первое почему проще играть пехомолтом потому что его прокачать проще второе то что штурмовики они сильнее стрелков молот уничтожает койота ну в общем сопротивление не так много вариантов остается для того чтобы как-то играть вот здесь молд начинает танковать койота с этой стороны тоже я потерял штурмовика но приезжает танк и уничтожает легкую машину противника здесь два молота тоже уничтожает койота в итоге противник ну уничтожил там 23 штурмовика мне но потерял два койота в итоге он в минусе плюс я подбираю контейнеры контейнер выпадают в этом участке вот самые частые точки которых появляются контейнеры кстати когда они выпадают появляется уведомление вот здесь посередине что было были сброшены контейнеры я правда не замечал пылубой это но подписчики написали что такое есть вот в общем чуть позже покажу точки где появляются контейнеры сейчас я показываю как разведал базу противника вертексом обнаружил что он строит оборонительное сооружение пво оно на холме она будет перекрывать на золотом воздухе большую часть воздуха не даст мне спокойно летать поэтому решила уничтожить вот но сейчас я переключаюсь на уничтожение вертекса то что у меня есть два молота мы их контролили и добиваем в ложке в итоге и я начинаю сражаться с истребителем противника так как у нас истребители мощнее чем у сопротивления то сбиваем кричит вообще без каких-либо проблем кричит что на этих рангах не хватает маневренности чтобы лоб в лоб сражаться с вертексом один ну раз на раз они там выходят в лоб сражаются а далее уже вертекс просто перекручивает кричит и если по особенному не использовать не играть кричитом специально до ворота дело то вертекс просто представляет без шансов ваши стремители вот опять же противник тоже опытные используют авиацию убивает не молота чтобы расчистить карту моих юнитов и захватывать тоже здесь контейнеры я это вижу но сейчас отправила свои стремители режиме патрулирования они у меня улетели как туда в общем ошибка теряли достаточно много очков прочности у своих стремителей вот появляется еще один контейнер когда появляется контейнер вы должны вы здесь уведомление контейнеры сброшенные стоит в этот момент включить буст разведки или же пехоты или же техники записи от того где находится вашего войска и что они себя представляют пехотинец от или же техника все есть истребители то лучше понять посмотреть всю карту на декан находится контейнеры и если вы обнаружили то заранее подготовленного там пехотинца любой другой юнит отправить на захват здесь захват тапом происходит поэтому важно это очень быстро все дело вот в общем я здесь уже вышел до четвертого уровня штаба то есть я постоянно произвожу молоты плюс тайфуны плюс пехоту кречетов я особо не боюсь единственное что справа флангу у меня нет тайфуна чтобы прикрыть свою пехоту и дальше здесь захватывать контейнеры вот но у меня есть вертексы правда они постоянно летают они постоянно сбивают противнику устремители или же технику или же пехоту и в итоге у меня топлива иногда просто не хватает чтобы перехватить авиацию противника здесь он управляет трех стрелков даже четырех а то и пяти вообще не здесь можно вообще бесконечное количество вот и все же забирает правую часть карты под себя по сути сейчас под контролем противника 50 процентов карты то вот этот участок вот этот участок и вот этот участок но он не подшим контролем но если он туда поставить стрелка туда он да он тогда даже будет контролировать большую часть карты чем я но на самом деле я уже не должен критично используя красные бусты на снабжение там иногда на атаку там они раз использовал атаку всех юнитов золотую мне вполне хватает экономического превосходства противником потому что достаточно долго удерживал центр карты и постоянно захватывал контейнер и сейчас в итоге у меня уже штаб четвертого уровня я завода молотов отстроил три штуки случае чего могу быстро восполнить свои потери включить буст на производство также уничтожаем пехоту вроде бы как все сброс контейнеров не было мы уничтожили пехот в итоге противника опять будет производить пехоту чтобы захватить контейнеры и даже суток захватит то преимущество получит уже не такое большое а то у него преимущества все на самом деле ты нету по точкам где сбрасываются контейнеры контейнеры не сбрасываются после начала боя уже вот в этой части не ищите их то есть бессмысленно и на базе вот здесь вот то есть на базах контейнеры не выпадают как видим контейнеры ну по сути общие выпадают по всей стороной часть карты надо постоянно ее контролировать и вот сейчас появились два контейнера я проверил карту обнаружил два контейнера схватил и час обнаружил что третий контейнер и отправляю на захват своих штурмовиков дабы забрать его Пока противник не схватился. Вот даже, видимо, четвертый контейнер еще вот здесь был. На девятой минуте боя было сброшено одновременно уже 4 контейнера. В каждом из них находится, я вот не скажу точно, но там около 300-400 ресурсов. Учитывая, что добыча ресурсов в минуту на 20-х рангах 1096, ну у меня 19-й ранг, то за один сброс ты получаешь там экономическое преимущество, если все захватишь где-то полторы минуты. Это на самом деле очень весомое. Вот, контейнеры любят вот здесь выпадать, вот здесь вот, вот здесь вот, вот здесь вот не очень часто. Вот здесь вот, особенно вот на этом холме, проверяйте, постоянно контейнеры выпадают. Вот, вот эта часть, ну в общем середина карты, вот здесь вот, вот здесь вот, вот здесь вот, вот это все место, все везде падает. Короче, можно сказать, что контейнеры выпадают везде, кроме как на вашей базе. Здесь начинается у нас тычка. В прошлом видео я говорил, контейнер выпадает возле этого кустика, очень любит это делать и это повторяется. Пытался сражаться с противником, думал у него там не такая большая армия, но он сделал много пехоты, дикобразы, вертексы помочь не могут. Я их конечно произвожу, там не знаю, дикобразы выбить иногда, ну когда-нибудь получится у меня. После уничтожения дикобразов я отправлю свою армию над вступлением, вертексами, постараюсь нанести максимальный ущерб надземной армии противника, после чего уже отправлю обратно свою армию для добивания войск противника. Вот здесь мы все же решили использовать вертексы, там дикобразов где-то 4 штуки было, да. У меня 4 истребителя, один я теряю, но моя задача сейчас избавиться от дикобразов, до заказа истребителей дожать уже его армию. Как видим, он идет в узкий проход, на холм, через мост, ну в общем, зря он конечно решил идти в атаку, в итоге потерял больше, он сейчас использует истребитель, я это почувствовал, и поэтому свои истребители сейчас отвел на базу, ну мне как бы нет смысла рисковать своими истребителями, они достаточно дорогие, лучше тайфунами сбить кречит, а потом уже продолжить бой с использованием авиации. Здесь опять же, еще чуть-чуть стрелков, гранатометчик, бутикобразов, у меня так как экономическое развитие, я уже успел выйти в щит, молты под щитом, плюс прихота, в итоге, как видим, все это дело разбирается вообще спокойно, тут, ну, тем более, вроде как мы оба идем в узкий проход, но, все равно, треск, вот так как у меня щит, все же у меня. Попутно, пока мы сражаемся с армиями, я еще захватываю контейнеры, постоянно стараюсь находить эти контейнеры и захватывать, потому что лишние ресурсы никогда не пригодятся. У меня уже штаб пятого уровня, то есть, ну, если ты активный игрок, не сидишь на базе, постоянно потравируешь карту, даже во время боя, ты получаешь прям реальное преимущество, которое типа может поменить. У меня уже штаб пятого уровня, у меня армия, конечно, не на фулкового, но все равно большая, и я вижу, что делал противник, понимаю, что у него пока что такого ничего страшного не предвидится, и продолжаю вот тихонечку развивать свою базу, уже вышел до пятого уровня штаба. Сейчас еще один сброс контейнеров, если будет, то у меня ресурсов больше, чтобы поставить лучше. То есть, вы понимаете, насколько это интересный турнир, насколько здесь повышается скорость игры за счет этих сбрасываемых контейнеров. Один захватили, второй захватили, и как бы 12 минуты боя, у меня армия есть, у нас какие-то сражения были постоянно во время боя, и у меня вот на 13 минуте боя есть возможность поставить супероружие на постройку. То есть, это на самом деле очень интересно, повышается скорость игры, но если у вас не хватает скорости игры, то это дело надо тренировать, так как, ну, многие игроки, они привыкли играть на своих рангах. Если вы играете, если вы, допустим, 15 ранг, и вы начнете играть резко на 24 ранге, то вы будете очень сильно отставать от тех игроков, которые давно играют на этих рангах. Потому что там скорость игры меняется, все быстрее происходит. Если вы, допустим, на 15 ранге используете истребители на 10 минуте, то на 24 ранге истребители используют на 4 минуте. То есть, в 2,5 раза где-то быстрее. Я здесь уже сделал огнеметчиков, сделал тайфуны, молоты, поставил уже на постройку супероружие. Ну, а почему бы и нет, ресурсы еще и остались при этом. У меня там дозаказ работает, вот только что с трех заводов вышли молоты, плюс 10 дозаказ идет. В общем, мы накопили огромное количество ресурсов, так как контролировали карту, больше всех, ну, не больше всех, больше всего контейнеров собрали, нежели чем наши оппоненты. И в итоге победили, как раз по этому параметру. Поэтому в этом турнире играть через ферму, сидеть на базе, ну, крайне не рекомендую, ты сидя на базе 7 минут, ну, от начала боя, 7 минут прошло, ты пропускаешь где-то 2-3 сброса контейнера. В каждом сбросе, ну, тысячи ресурсов. То есть, ты теряешь где-то 3 тысячи ресурсов. Ты теряешь и получает это преимущество противник. Что можно сделать до 3 тысячи ресурсов? Фапнуть штаб, выйти до ЕГХ, при том, что у тебя еще при этом есть такие же 5 центов снабжения, которые тебе тоже добывают ресурсы. Поэтому в этом турнире надо постоянно сражаться. И есть смысл даже сделать там броненосцев, пикоты, дикобразов, захватить, заминировать все это дело, удержать там пару минут, получить ресурс и уже дальше развиваться там. Выйти до Леботросов, выйти до Кречетов, до ЕГХ и так далее. Турнир на самом деле очень интересный. Играется быстро. И если вы прям реально опытный игрок, то даже с не очень хорошей прокачкой, но с хорошим навыком игры у вас есть большой шанс победить. За сопротивление я показал, как можно играть. Это отжимаем в игре на койотами какие-нибудь или просто койотами. Контейнеры в начале. Развиваем базу и уходим до ЕГХ, марашим противника. За конференцию вот контрмера этой тактики, что я показывал в прошлом видео. Это молотопех плюс вертекс. Там уже на самом деле все зависит от вашей прокачки. Туранга противника от вашего ранга. Допустим, на высоких рангах можно сделать и щит будет там на пятой минуте, и вертекс выйти в два авиазавода. А на пятнадцатых рангах вам там хватит ресурсов, чтобы делать молотов через один завод и пикоту через две казармы. Но в целом тактика для констерации не меняется, потому что так же молотопех. В общем, вот такие вот у меня мысли по этому турниру. Надеюсь, видео было кому-то полезным. Если полезно, то напишите в комментарии. Мне будет приятно. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на канал. И желаю всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok